Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua и у нас очередное видео, посвященное LED-лампам и очередная новинка лампы Xiaomi G93. Это достаточно доступные лампы, но по их строению, качеству сборки и качеству материалов этого не скажешь. В общем, выглядят они дороже, чем стоят. При этом было бы неплохо, чтобы они и светили лучше, чем стоят. К сожалению, тип светодиода на коробке не указан, но информация не такая уж и секретная, и мне удалось установить, что здесь используются диоды ЦСП. В каждой лампе установлено 12 таких диодов. Это не самые лучшие диоды, ранее они встречались намного чаще в светодиодных лампах, а сегодня встречаются реже, ввиду своей невысокой эффективности. Вместо типа светодиода с указанием его мощности и прочих характеристик, на коробке есть шильдик с надписью Lumilets. Lumilets это производитель различного светодиодного оборудования, в том числе автомобильного осветительного оборудования, как штатного, так и дополнительного. Но как этот шильдик попал сюда и что он здесь означает, непонятно. Как я уже говорил, по качеству сборки и конструкции лампы мне очень нравятся. Например, вот эта основная часть лампы цельно фрезерованная, здесь только есть небольшая заглушка. Цоколь лампы съемный и тоже фрезерованный, его можно установить в разных положениях для того, чтобы откорректировать птичку. Кулерная часть наполовину стальная и только сам кулер и его защитная крышка изготовлены из пластика. Также в корпус лампы установлен балласт, что, ну, наверное, упрощает установку лампы. Хотя, в принципе, если балласт находится на проводке, это также ни на что не влияет. Наличие кулера в данном случае полностью оправдано, так как тепло нужно отводить не только от светодиода, но и от встроенного в корпус лампы драйвера. Пассивный радиатор справлялся с этим бы хуже. Очень странно, что технические характеристики ламп G93 приходится изучать не на коробке или в инструкции, а из интернета. Там, собственно говоря, я нашел информацию о типе светодиода, который установлен в этих лампах, а также, что здесь примерная мощность около 30 ватт, а световой поток целых 5000 люмен. Если предположить, что средняя эффективность ЦСП светодиодов 40-50 люмен с каждого ватта, то в лучшем случае мы получим 1500 люмен с одной лампочки, но никак не 5000. И, собственно говоря, проверкой этих характеристик мы сейчас займемся. При замерах на сферическом фотометре напряжение составляет 12,79 вольта. Ток 2 ампера, мощность 26,5 ватт, а световой поток 1049 люмен. Эффективность 40,4 люменоватт. Цветовая температура находится близко к заявленной 5908 кельвинов. Спустя 5 минут напряжение и ток практически не изменилось. Примерно на 1 ватт упала мощность и снизился световой поток до 896 люмен. Эффективность составила 36,81 люменоватта, а цветовая температура выросла до 6229 кельвинов. В общем, реальный световой поток в 900 люмен далек от заявленных 5000. Но, с другой стороны, 900 люмен это на половину больше, чем световой поток обычных галогенок. И, в принципе, с такими лампами вы навряд ли кого-то будете слепить, если, конечно, будет соблюдена правильная геометрия свето-теневой границы. В линзу я бы эти лампы, скорее всего, ставить не стал, так как линза ворует часть светового потока, который здесь и так не самый высокий. Также не стоит забывать, что лампы во четвертом цоколе зачастую тускнее, чем аналогичные лампы в другом цоколе. Например, если взять G93, но в цоколе H7, они могут быть на 30% ярче. Внимание, приготовились, сейчас вылетит птичка. А птичка, собственно говоря, вылетела, но не такая, как хотелось. И если сравнивать эту свето-теневую границу с галогенками в этих же фарах, то разница существенная. В данном случае свето-теневая граница больше похожа на лампы M-Lux Grey Line. Но здесь мы имеем примерно плюс 200 люмен светового потока. И что самое интересное, в цветном и черно-белом спектре свето-теневая граница выглядит по-разному. Я долго пытался настроить фары так, чтобы не было засветов, но засветы все равно небольшие присутствуют. Сейчас на ваших экранах появится фото свето-теневых границ галогенок, ламп M-Lux Grey Line, данных ламп, а также я еще включил сюда лампы Prime X серии Z. И, в принципе, будет видно, как четыре типа ламп работают в одной и той же оптике. На дороге свет выглядит примерно вот так. Мы катаемся по моей любимой промзоне. Здесь много темных закоулков и, в принципе, есть где оценить работу новых ламп. В принципе, данные лампы, несмотря на то, что я не корректировал положение фар, светит немножко дальше, чем лампы M-Lux и родные галогенки. Но при этом заливка местности светом неравномерна. То есть свет ложится некоторыми пятнами. Это может быть связано как с рифленой линзой нашей оптики, так и с особенностью ламп. Но в любом случае свет стал ярче. Есть, конечно же, засветы выше свето-теневой границы. Поэтому назвать эстеги идеальной мы не можем и будем продолжать свои поиски. Но также многое зависит и от самой оптики. Сейчас на ваших экранах еще появится сравнение свето-теневых границ галогенок, ламп M-Lux и данных ламп. На этом, как обычно, все. В комментариях обязательно напишите, что галоген лучше, но при этом не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok